всем здравствуйте сегодня вам покажу как пошить вот такие чуни это я пошила на маленького ребенка а вы сможете пошить и на взрослого человека потому что сейчас я расскажу вам как сделать выкройку недавно конечно мы шили тапочки я уже показывала как сделать выкройку на тапочке а здесь получается надо только прибавить вот эту детальку но все равно поступает много комментариев вот если бы я умела шить пишут некоторые женщины вот если бы я умела делать выкройку я бы нашила ну вот ничего не надо бояться расскажу довольно таки подробно сегодня и вы сможете пошить такие чуни и так берете обводите ножку обводите ножку у меня манекен который я сделала по меркам своей внучки внучки около трех лет вот обвели делаете линии более плавные и прибавляете на шов ну и можно на свободу если у вас внутри толстый мех у меня здесь не мех у меня флиз для маленьких детей даже можно сделать выкройку которая будет одинаковая что направо что налево это очень даже удобно для маленьких детей вот вы прибавили вот у нас центр и можно вырезать именно вот по образу и подобию этой стороны и она будет у вас что направо что налево вот таким образом я уже сделала выкройку вот выкройка у нас подошва так теперь вы берете ножку замеряете вот эту глубину вам уже будет ясно это величина замеряете вот таким образом будет ясно это величина и вы сделаете выкройку вот этой передней части а эта часть кроется следующим образом вот когда вы прикладываете вот эту детальку подошве вы видите сколько здесь остаточек вот какой у нас остаточек значит вот эту верхнюю детальку вот это вот именно часть будет равняться вот этому отрезку и плюс на шовчик ну а высоту сделаете такую какая вам нужна и так выкройку я сделала подошва передняя часть верхняя часть по этой выкройке скроила детальки с драпа это на верхнюю часть чуни из флиса на нижнюю часть так начинаем с ушек шьем два ушка в крое 6 на 7 сантиметров каждая ушка выворачиваем красиво будет если ушка будет двухсторонняя как у меня выворачиваем по краю отстрачиваем вот так у вас должно получиться отстрачиваем и пришиваем к верхней детальки вот таким образом вот так вот прям близенько примерно 0 5 от центра ушки пришила соединяем лицевая к лицевой срез к срезу серединка к серединке скалываем иголочкой и стачиваем так не торопимся здесь толстый слой и также стачиваем флисовые детальки так стачали эти детальки эти здесь не торопимся сразу отрезать а вот делаем такие закругления кстати вот такая вот крышечка а здесь просто мокрый ватный тампон у меня всегда стоит на рабочем столе очень удобно вот смочить пальчики иногда например какую-то детальку вывернуть вот сделать что-то в разутюшку при помощи пальчиков очень удобно так теперь накладываем ушки опускаем вниз флисовая деталька у меня уже на 0 5 чем толще у вас внутренняя деталька тем эта разница должна быть больше чтобы не было внутри вот нагромождение какой-то толщины допустим меха стачиваем таким образом здесь ничего пока не стачиваем стачиваем сломан зал недостающую ширину решаем очень просто просто вот растягиваем эту детальку теперь здесь лишнюю ткань отрезаем вот такая получилась у нас конструкция теперь складываем драповая деталь как драповой флисовая к флисовой вот здесь вот все совмещаем чтобы нас было аккуратненько и скалываем скалываем здесь остачивать начинаем отсюда так нам будет удобнее потому что здесь все таки приличная толщина и так же поступаем с этим срезом вот так у нас получилось вот здесь вот маленькое отверстие но ничего страшного это вот из-за толщины из-за того что иголочка не может подойти вот как можно ближе к этому к этой меточки ну главное сделайте закрепку так и пришиваем подошву не ошибитесь вот у нас задняя часть и вот задняя часть подошвы она уже передняя шире прикладываем лицевая к лицевой меточка к меточке скалываем а можно даже и наживить маленькую подошву пришивать я считаю тяжелее потому что вот надо развернуться на таком вот маленьком участке так это вот у нас передняя часть а это вот задняя часть значит забыла я вот здесь сделать рассечки так ткань пришьется легче именно вот на пяточки впереди пошире подошва впереди можно рассечки не делать и так все соединится хорошо так и вот теперь уже точно соединяем и пришиваем эту подошву драповую будем пришивать полностью по кругу а флисовую подошву будем пришивать не полностью оставим прореху чтоб потом нам вывернуть снимаю одним кадром поэтому не всегда мне удобно снимать но все-таки подошву пришью на на видео вот у нас подошва внизу а это деталька вверху шовчик какие сделаем разутюжку чтобы ничто не мешало внутри нашей чунички чтобы малышу было удобно вот тут у нас растечки приблизить не могу но думаю вам понятно когда растечки то пришивается не сложно пришиваем немножко отключалась чтобы видео не было слишком длинным вот передняя часть иголочку даже можно не удалять если она перпендикулярно срезу мы потом ее удалим и вот как хорошо у нас все получилось также пришиваем подошву из флиса но оставляем прореху как я сказала вот так у нас получилось теперь через прореху выворачиваем нашу чуничку это у нас пойдет внутрь прореху надо зашить зашиваем ее вручную так кончик прячем внутрь нитки отрезаем наша чуня почти готова осталось только сделать мордочку зайчика мордочку зайчика мордочку зайчика я буду делать с овчинки ну а вы если нет овчинки можете использовать также флис или какой-то искусственный мех так вверху отстрочить надо там будет и красивее и прочнее это сделаю потом сделаю потом без камеры сейчас займемся именно мордочкой самым интересным если будете шить ребенку это даже можно делать и с ребенком по выбирать глазки носик улыбочку нарисовать и так далее так знаю что у у меня зеркальное отображение поэтому цифры вы не увидите вот эта мордочка значит в длину сверху вниз 6 сантиметров в ширину 5 сантиметров вот у меня овчинка овчинка у меня получается такая вот обычная овчинка приличный мех сантиметра 2 высотой это мне конечно не надо я поотрезаю весь лишний мех а вот на щечках вот здесь вот я оставлю чтобы именно вот у нас здесь были как усики вот просто беру вот так и отрезаю отрезаю выравниваю и будем наклеивать глазки потом так глазки у меня магазинные а вот носик ротик зубик надо все сделать из каких-то подручных материалов ну вот у меня конечно хорошо что нашлась натуральная кожа вот она очень толстая я ее сделала тоньше при помощи вот так строительного ножа вот такие мелочи а между прочим вот когда я вчера шила первую чуню именно вот на такие мелочи ушло много времени а вот на соединение деталек ушло времени совсем немного но я вот вам рассказываю показываю вот такой вот ротик примерно полтора сантиметра здесь примерно высоту сантиметр и вот так вот я наклею горячим пистолетом зубики изначально выкроила их побольше в длину потом мы здесь лишнее отрежем приклеивать буду горячим пистолетом так что тут у меня с пистолетом нагрелся нагрелся вот маленькую капельку размещаю и сразу приклеиваю а потом просто ручкой или карандашом эту белую кожу разделим на две части и получится у нас два зубика так пускай это остывает приклеиваем глазки глазки смотрят в сторону очень даже хорошо для зайчика ну вот можно немножко еще вырезать меха я так думаю посадить глазки поглубже вот так будет лучше вот так вот приклеиваем носик и ротик делаем все это аккуратно периодически пистолет даже выключаем чтобы лишнего клей не нагрелся и не потек используем пинцет и теперь будем приклеивать саму мордочку зайчик наш оживает таким чуням ребенок ваш будет очень рад у меня внучка например обожает зайчиков всяких а вот чуни сапожки домашние в виде зайчика у нее пока еще не было теперь будет так вверху отстрочила ушки закрепила одно ушко свисает специально сделала ушки разного цвета а вот эту я делала эту чуничку я делала но неважно так чунички мягкие удобные и не терпится их померить пока хотя бы на манекен неизвестно когда я поеду конечно к внучке если вдруг они уже станут малые значит пошьем новые благо для нас это не составляет труда труда надеюсь и вам это будет не сложно вот такие чунички на сегодня все до свидания всего доброго до новых встреч